Пресвятая Богородица, дорогие братья и сестры. Великий Богородичный праздник по существу для нас самый главный. Да, Пресвятая Богородица покинула. С одной стороны покинула этот земной мир. А с другой стороны, она всегда пребывает вместе с нами. Точно так же, как Христос при Своем Вознесении дал обетование о том, что Он есть Его словами, Аз и с Вами, и никто же нам не будет. То Господь с нами. Точно так же и Пресвятая Богородица, после своего успения, тогда, когда опоздавший на ее погребение апостол Фома на третий день пришел ко гробу, и гроб открыли, он хотел проститься, но Пресвятая Богородица там не оказалась. И потом тут же она явилась, апостолу Фоми передала свой пояс и повторила по существу те же слова Спасителя. Что Аз весен с Вами. Пресвятая Богородица всегда пребывает с Вами. И в жития некоторых святых есть свидетельство о том, что они были восхищены и в Царстве Небесное. И там встретили, встречали многих святых. А Пресвятой Богородица нет. И когда они, неудуменные, задавали вопрос, а где же она? То получали ответ. А она там, на земле. Потому что она пребывает вместе с нами, утешая и помогая, утешая нас в наших користи и помогая нам в наших уху. И множество свидетельств есть там. В том числе и удивительнейшее свидетельство документально подтверждающие ее сомнепребывание здесь, на земле. Это фотография, сделанная около входа русский святопатеримонов в монастырь на фоне в начале 20-го дека. Там около входа. Всем нуждающиеся раздавали и вот кто-то сделал фотографию. И вот среди стоящих в очереди за этим хлебом оказалась женщина. Которые никто тогда из присутствующих не видел. Но на фотографии она запечатлена. Она запечатлена. Это, конечно, пресвятая Богородица, которая всегда побывается. А пресвятой Богородице в Священном Писании очень мало что сказано. посуществует только вот она присутствует и магния и магния. И все слова сии слагала в своем сердце. Но вот один завет ее он в Священном Писании разлучает. помним когда в самом начале того, как Христос вышел на открытую проповедь, он был на браке в Каникале Иисуса. И вот там пресвятая Богородица обращались к служителям, она сказала, вот все, что он скажет, то и словит. Но эти слова пресвятой Богородицы обращены по существу каждому из нас. чтобы мы должны все сказанное в том исполнять. И в том евангельском чтении, которое мы слышим на каждый праздник Пресвятой Богородицы, в том числе и сегодня, на Литургии Семгиде читалось слова Спасителя. Блажение, слышащее Слово Божие и исполняющее И вот этот вот совет пресвятой Богородицы. Мы все с вами будем стараться исполнять. Аминь. Спасибо.